Пришел ты, заколол для него откормленного теленка. Субтитры подогнал Иоанн 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господь, мы воздаем Тебе славу. Мы просим Твое присутствия, Господь, и Твою силу. Твою славу пусть будет сегодня на каждом. Ты, Альфа и Омега, Ты тот, кто первый и последний, Господь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил сегодняшнее наше служение. Касательно этого дня, Господь, мы собрались здесь, праздновать Твой День Дух Святой. Аллилуйя. Давайте, возлюбленные, еще раз прославим Господа. Слово Божие говорит, что всякий грех может проститься, но не хула на Духа Святого. Очень часто человек, он сам закрывает путь. Сегодня Дух Святой внутри нас, и это храм. Только благодаря Духу Святому мы можем стать храмом Духа Святого. Но чем мы питаем? Сколько мы молимся? На что смотрят наши глаза? Это нравится Духу Святому или нет? Давайте еще раз будем петь Господу. И если какой-то грех есть у Тебя, покайся, чтобы сегодня в Твоей жизни совершились великые чудеса, чтобы... Самое великое чудо – это не то, что для Тебя что-то случается. Самое большое чудо – это то, что Ты находишь милость у Господа, что Ты нравишься Господу. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 кажется, что ученики просто крестились и начали говорить языками. Это с первого взгляда. Представь, 11 человек и несколько женщин собрались вместе, и вдруг сила Божия сошла на них во время Пятидесятницы, на 50-й день. И они все крестились Духом Святым. И что это значило, возлюбленные? Знал ли кто-то, что, когда 11 человек крестились Духом Святым, пришел конец Римской империи, поднялась церковь, которую не могут одолеть врода ада. Кто-то знал, что в этот день, когда крестились 11 человек, даже император Нерон, они начнут бояться и ужасаться. Что произошло на самом деле? Иисус Христос сказал... Ученики говорили, не едино. Он сказал, если я не уйду, Дух Святой не придет сюда. И когда Иисус ушел, попросил Отца, Дух Святой... Отец отправил Духа Святого и у нас сегодня есть большая смелость и дерновение говорить, что Дух Божий на мне. Это сказал Иисус Христос, когда Он пришел сюда, чтобы служить. И Он встал и провозгласил перед всеми. Дух Божий на мне, и поэтому Он помазал меня. И сегодня все можем встать и сказать на этот мир, что Дух Святой на нас. Без Духа Святого мы ничего не можем сделать. И без Духа Божьего мы просто проиграем, потому что из нас выходит сила, которая приходит от Бога. Приветствуем сегодня Тебя в этот чудесный день, что мы собрались. И сегодня день Пятидесятницы. И также мы сегодня будем молиться Духом Святым. Я думаю, что самое большое чудо в жизни людей это то, что ты угоден Богу. И когда просто находишь милость перед Богом. И сегодня мы собрались здесь. И перед тем, как я начну сегодняшнее слово, поверните тому, кто рядом с тобой, если ты не заметил, я его просто поприветствую, если ты видел. Еще раз поприветствуй. Кто сегодня у нас первый раз? Я прошу, руку подними. Если ты первый раз, Господь благословит тебя. Паплодируйте Ему. Мы приветствуем вас сегодня. Чувствуйте вас как дома. И сегодня один из моих друзей, он также чудесный проповедник, который приехал из Америки. Нубар, он там пастырь. Все поприветствуйте. Нубар, он чудесный пастырь. Он в Америке. Пастырь. Уже долгие годы он в Соединенных Штатах Америки. Живет и Господь. Просто ведет его в пророческом помазании. Когда встречаемся с ним, что ты получаешь? И так лидеры будут общаться с ним. Во вторник мы рады тебя видеть. Мы вернулись из Европы. То есть я на этой неделе был в Европе, в церкви, в Голландии. Почему я вам это говорю? Потому что они очень много приветствовали вас. Вы не представляете, там происходила церковь. Она уже из зала в зал переходила. У нас каждые три месяца, четыре месяца кажется, что я то, что говорю, места не бывает в зале. И в этот раз опять не было места. И мы взяли большой зал. И опять он был полным. И та жажда по Евангелию. Знаешь, что потрясло, что большая часть, 60% были с семьями. Отец, мать, дети. И так слава, и так привет церкви. Чудесная конференция была. Я также был один из проповедников там. И большое благословение, что мы Слово отсюда несли. И отсюда было много служителей. Господь благословлял это служение. Но Божья сила была там. И я уверен, что Господь то, что делает, всегда будет подниматься и укрепляться. Что интересно, то Евангелие, которое мы несем, то Слово, которое мы несем, оно такое сильное там, что мы могли бы ко многим людям донести. В Армении люди, когда слушают... Когда европейцы слушали... А раньше об армянах европейцы думали по-другому. Они думали, что они могли много врать, красть. А сейчас они думают по-другому об армянах. Когда заходили армяне в магазин, они следили за ним, чтобы ничего не украли. И не только армяне. Старый Советский Союз. И люди начинают изучать. Они хотят приехать в Армению. Они хотят посетить эту землю, потому что они хотят почувствовать. Потому что они знают, что также эта земля, она это библейская страна. И я почувствовал, что все библейские страны, они не такие большие. Финансовых успехов не имеют таких больших. И... Но... Между тем, это библейская страна. Об Израиле много написано в Библии. Об Армении также написано в Библии. И поэтому проблем, которые у нас сегодня есть... Да, но большая честь жить в стране и творить в библейской стране, там, где я верю, что Бог не закончил свое дело. И у Него большие дела на этой земле. И поэтому написано, поднимите знамя страны Араратские. И я знаю, что Армения — это царство Араратское. И это знамя будет знамя Духом Святым, которое поднимется в этой стране. И воля Божия совершится в этой стране. Во имя Иисуса Христа. Слава Иисусу! Я верю, в последние дни здесь что-то совершится. Здесь что-то совершится. Я не говорю сегодня об экономическом. Я говорю о духовном. И духовное больше, чем экономическое. И очень часто люди голыми поднимаются, без обуви поднимаются на горы, чтобы видеть что-то духовное. Потому что они понимают, что духовное больше. И о чем мы будем говорить? Мы не будем говорить о плотском, будем говорить о духовном. Потому что Дух Божий на нас. И сегодня, на самом деле, я очень хочу поговорить о языках. Всегда в пятидесятнице мы говорим о языках. В прошлый раз мы также говорили через Духа Святого, как мы благословляемся и что мы получаем, что это Дух утешения, что это Дух обучения, что это Дух руководства. Но сегодня я хочу поставить ударение на языках. Потому что большие гонения приходят именно на говорение языка. Очень часто журналисты, не понимая о языках Духа Святого, начинают критиковать те церкви, которые говорят на языках. И сегодня церкви, которые говорят на языках, они достигают миллиарда. И знаешь, что это значит? Что по всему миру, и тебя также считав, каждый шестой человек говорит на языках. Он наполнен Духом Святым, и он молится языками. Слава Иисусу! И сегодня я хочу начать мое слово. Это в Евангелии от Матфея написано. Иисус перед тем, как уйти, сказал такие слова. И сказал, всякая власть дана мне на земле и на небе. Итак, идите по всем народам, крестяк во имя Отца и Сына и Духа Святого. Итак, я с вами до скончания века. Аминь. Иисус Христос говорит, идите по всему миру, обучите крестя во имя Отца и Сына и Духа Святого. 28 глава, 19 стих. В Старом Завете действовал Отец, в Новом действовал Дух Святой, а сейчас время Духа Святого. Это и есть Троица. И, Слава Богу, мы не крестим людей во имя одного Бога. Мы крестим во имя Отца и Сына и Духа Святого, и они Бога. Но ты не можешь это отделить. Раньше действовал Отец, потом действовал Сын, сейчас действует Дух Святой. Но это не значит, что Отец не смотрит на мир, Сын не смотрит на мир. Иисус говорит, я ухожу для чего? Чем занят сейчас Иисус? Аллилуйя. Для нас Он готовит дом. Чем занят сегодня Дух Святой? Нас утешает, нас обучает. Иисус сказал, я уйду и буду ходатайствовать за вас. Кроме того, что Он готовит нам дом, Он также ходатайствует за каждого. А что делает Дух Святой? Дух Святой понимает молитву, потому что мы не знаем, что нам нужно, но Бог знает. Кто знает, что с Ним завтра случится? Может быть, несколько людей очень хорошо знают, и здесь не хотят, но завтра не знают, послезавтра не знают. Мы не знаем, что может случиться завтра, но Дух Святой знает. И следующее место, которое я хотел бы прочитать для вас. Деяние 2 глава. Это здесь что-то произошло. Ученики сидели испуганные дома. Ученики испуганные сидели дома. Но что-то случилось, когда что-то пришло на этот дом. И страх ушел. И что-то случилось. И это стало свидетельством для многих. С первого стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, здесь написано первые признаки крещения Духа Святого. Они начали говорить языками. Потом, когда мы будем читать, мы увидим, что они говорили даже на тех языках, на тех языках тех народов, которые они даже не знали. И мы очень много видели. Я помню, в 90-х годах один русский проповедник, когда приехал к нам, он вообще не знал армянского языка. Он вдруг начал молиться на чисто армянском языке. Бог может использовать Духа Святого, чтобы ты что-то говорил к этому народу. И когда мы собирались в 90-х годах, одна женщина пришла, один брат, сейчас он хорошо знает английский, потому что он в Соединенных Штатах Америки, но тогда они вообще не знали английского. И она начала молиться. И представь, Бог использовал английский язык, и эта женщина первый раз пришла. Это было во времена коммунизма. Люди тайно собирались, и эта женщина встала, и она так удивленно смотрит. И спросил брат, ты знаешь английский? Он сказал, нет. То есть он по-английски спросил, она не ответила, а потом просто спросил. Он просто спросил, ты знаешь английский? Но ты знаешь, что ты говорила нам чисто о британском языке? Ты рассказала мне мою жизнь. Слава Иисусу! Это происходит через Духа Святого. Но я хочу вам сказать, что это не так, что мы заставляем говорить Духа Святого через нас. А Дух Святой написано, как Дух давал им провещевать. Один раз я слышал по радио вот такое. Кто-то раз объяснял кричение Духа Святого. Это не так, как они все собираются, начинают, не знаю, как говорить, и что никто не понимает. Языками Духа Святого говорить похоже на неизвестные языки, которые говорят как английский, французский. Я согласен был бы, если бы в Библии видел бы несколько мест. Но что делать в этих местах, где написано, когда я первый раз пришел в церковь во время коммунизма, там, где собирались тайны, и стоя люди и прославляли, я сказал, Господь, если это правильно, пусть я тоже так молился. И в первый день я начал молиться языками. и я, и там есть и такие звуки, и также языки. Марка 16 глава. И он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто поверит и будет креститься, будет спасен, а кто не поверит, тот будет осужден. Будут брать змеи. Если что смертоносное, выпить не повредит им. Возложат руки на больных и будут здоровы. Объяснено, кто поверит, когда приходит Дух Святой, они будут говорить новыми языками. У верующих же будут сопровождать и знамения. Именем Мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Это сказал Иисус Христос, то, что будет во свидетельство, что Дух Святой на нас. Будем говорить новыми языками. И когда мы поймем, что значит молиться Духом Святым, ты будешь продолжать. И ты увидишь, что твоя духовная жизнь назидается. И 1 Коринфянам 14 глава 2 слово. Потому что тот, кто говорит на языках, не говорит человеком, но Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайный говорит Духом. Ты видишь, что здесь слово не относится к обычным языкам. Написано, что никто не понимает знаковый язык, только Бог. Скажу вам, возлюбленные, тайны – это даже глубже, чем предложение. Тайны – это более глубокое, чем история. Тайна – это более глубокое понятие, чем какое-то описание. Написано, что они тайны говорят Духом. Потому что тот, кто говорит на незнакомом языке, тот не говорит людям. То есть сейчас я с вами просто говорю, но тот, кто говорит на языках, он говорит тайны Богу. Каждый верующий перед падением верующего человека, он украдет молитву Духа Святого. Знаешь, что когда тот день, когда ты начнешь молиться Духом Святым, трудно, что ты подойдешь читать. И перед падением сатана обманет, чтобы ты не молился. Каждый из нас призвал, чтобы молиться, потому что молитва Духа Святого назидает нашу жизнь. И сегодня я решил дать вам учение о языках. И посмотрите, я хочу прочитать другое место от Коринфина. 14 глава, 14 стих и также 15. И когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух Мой молится, но ум Мой остается без плода. Знаете, если мы говорим, мы же говорим мыслями, умом, можешь ли твой ум остаться без плода, если ты говоришь. И здесь апостол Павел говорит, если я молюсь на незнакомом языке, то мой ум остается без плода. Я очень часто говорила, у кого было, что кто-то молится языка, и как только хочешь, глупые мысли не приходи. Почему? Потому что он без плода. И апостол Павел тогда учит, что же делать. И он говорит, что ум без плода. И сейчас, когда я с вами говорю, это не так, что ум мой без плода, я просто говорю. Нет. И я говорю то, что из моего сердца, из моего разума выходит. И тогда апостол Павел пишет, что тот, кто говорит, если я буду молиться умом, я буду петь и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. И продолжает. Если ты будешь благословлять духом, он как неграмотный, как может... Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь на твое благодарение. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Здесь апостол Павел говорит, если тот человек, который не понимает, о чем ты говоришь. И поэтому в церкви, когда мы приходим, мы не говорим языками, мы говорим на армянском языке, чтобы все из нас понимали. И апостол Павел очень ставил ударение на аминь. Он уважал очень это слово. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Апостол Павел наш, он говорит, что ты хорошо благоговоришь, но другой не назидается. Он говорит, что я более всех вас говорю языками. Другими словами. Я говорю больше всех языками. Я больше всех. Лучше всех. Как ты думаешь, что значит говорить лучше всех? Есть люди, которые те же самые звуки во время после покаяния произносят. У них не изменился язык молитвы. Это значит, что у них опыт очень маленький. Но когда ты находишься в молитве, молитвенной жизни, твои языки меняются. Ты можешь пророчествовать, ты можешь говорить на незнакомых языках, ты можешь говорить на языке других народов, ты можешь великие вещи делать, если у тебя есть опыт молитвы. Если у тебя нету, ты должен иметь. Апостол Павел говорит, что я лучше всех говорю языками. Но апостол Павел также на обычном языке разговаривал. Но в церкви он говорит, что я лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Апостол Павел будет писать, я хочу сказать умом моим, чтобы обучить чему-то, потому что вы можете чему-то научиться сегодня. Если я буду говорить духом, это будет зидать меня. Это не значит, что апостол Павел не молился. Это не значит, что если мы здесь говорим, то мы не молимся. Каждый верующий, у него есть общая жизнь, которая разговаривает. У каждого верующего есть также личная жизнь, когда он становится, что говорит Господом. Когда мы с ним разговариваем, мы прославляем его нашим умом. И также сила Духа Святого на нас, чтобы мы ходатайствовали языками. Мы не знаем, что нам надо, но сейчас мы скажем, что он ходатайствует за нас воздыханиями неизвеченными. Аллилуйя! Давай аплодируем Господу! И здесь это место, если кто-то говорит, что это просто неправильно, что так говорят. Сегодня человек не решает, что правильно, что неправильно. Это, что касается Бога. И если Бог благословляет того журналиста, который пишет. Один раз я прочитал, что он написал. Один журналист, я даже не помню, как его зовут. Пусть Бог благословит его. Пусть, дай Бог, он получит спасение. Но он вообще далеко от теологии, от Библии. И он критикует тех, кто говорит языками. Послание к Римлянам 8, 26. Что же нам сделать с этим Писанием? Так же и Дух предкрепляет нас в немощах наших. Нас всех. У кого? Благословенный человек — это тот, кто осознает свои немощи. Я один раз видел человека, который не осознавал свои немощи. Что я его не спросил? Он сказал, такого нет. Но если мы осознаем, что у нас есть немощи, кому нужен помощник в немощах? Возлюбленная, я спрошу тебя. Когда у тебя семейные проблемы, воспитание детей или еще что-то, кажутся наши слабости, что мы очень часто не можем найти язык. Но помощник в немощах есть. Если ты болен сегодня, если немощь на твое тело, знаешь, что ты нуждаешься в помощи. И ответ так же есть на это. И если в этой жизни ты в неопределенном состоянии, это ужасная вещь, неопределенность. И есть ответ так же и на это. И что здесь написано? И так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Я не думаю, что здесь есть человек, который не хотел бы, чтобы Дух не помог ему. И здесь он продолжает. Почему я здесь остановился немного? Чтобы вы поняли, что в наших немощах только Дух может помочь через молитву. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы не знаем, как должно молиться, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Аллилуйя! Скажите вместе со мной воздыханиями неизреченными. Что значит воздыхание неизреченное? Это не принадлежит никакому из языков. Это просто воздыхание. Есть люди, которые воздыхают своим языком, но есть неизреченные воздыхания, которыми он ходатайствует. Почему? Я вам скажу, это годированный язык. Потому что в слабостях, когда Сатана узнает, он будет тебя этим и бить. Но Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует. И Сатана очень хочет понять, что это, что он говорит. Какое твое слабое место, но когда Дух Святой внутри нас, перед тем, как стать пастырем, я был лидером домашней церкви, у меня было решение, кто войдет в мою домашнюю группу. Все должны креститься. Не было ни одного, который бы вошел в мою домашнюю группу и не вышел туда крещенным Духом Святым. Люди помнят. Я спрашивала, ты хочешь Духа Святого? И наполнялись. Это начало пробуждения нашей церкви. И сейчас тот, кто говорит языками, говорит с Богом. И написано, что воздыханиями неизреченными, он ходатайствует за нас. Знаешь, я знаю, что завтра, что со мной должно случиться. Я не знаю, что должно случиться, конечно, но то, что у меня есть личная молитва, это утром или вечером, когда я закрываюсь, и я молюсь языками. Я молюсь также и моим языком, я и на армянском молюсь, и также за церковь, за служение. И как апостол Плава говорит, я не устаю в молитве, но когда я должен молиться за себя, знаешь, что я должен делать? Я молюсь языками, и знаешь, я не устаю от этого. Люди говорят, это разве не надоедает? Нет, здесь наполнять, и ты хочешь продолжать. Потому что знаешь, что сейчас Господь готовит армию на следующий день, чтобы тебя защитить. И написано, что языки, они для того, чтобы помочь нам в наших немощах. И сразу возникает вопрос, откуда ты взял это, что сатана не понимает молитвы языками? Это из книги Даниила. Написано в книге Даниила, что рука вышла, и она начала на стене писать. Мане, мане, текилу парсил. Очень похоже, мане, мане, текилу парсил. Как будто языки, как будто воздыхание неизвеченные. И все, вся царская палата, все ученые, они не поняли, что там написано. И пока не позвали помазанника Божия, и он пришел и открыл. Откройте со мной ваши Библии, если у вас, конечно, есть. Если нет, то это плохо. Даниил, пятая глава, с 25 стиха. 5, 25. И вот, что начертано. Мане, мане, текилу парсил. Всего лишь четыре слова. Мане, мане, текилу парсил. Можешь взять и так маленько. Мане, мане, текилу парсил. Мане, мане, текилу парсил. Мотте найдется и скажет, почему какие-то непонятные слова глупые говорят. Но никто не знал, что эти четыре слова – это конец царства. Кроме того, что был конец царства, также и конец этой империи. И кроме того, что конец этого народа... Нет, извините. И кроме того, что конец этого человека, также и свобода для народа. Кто-то написал на стене. Мане, 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 текилу парсил. Никто не понимал. Только Господь знал и его дети. И зовут Даниил и говорят, что значит это? И Даниил, когда прочитал. Кто молится языками? Прошу, поднимите ваши руки. Брат, почему ты говоришь о языках? Вы меня спросите. Сегодня большой праздник, пятидесятники. На пятидесятый день Дух Святой пришел. И до сегодняшнего дня Он приходит. Я хочу вам сегодня показать одно слово, что может знать. Значит, конечно, мы в библейской школе это более глубоко изучаем. Даниил сказал, вот, что значит эти слова. Мане. И счислил Бог Царство Твое и положил конец Ему. Сейчас что говорит? Тайны? Почему я сказал, что тайны глубже, чем приложения? Потому что из одной тайны состоит из нескольких приложений. И когда ты молишь языками, когда реки текут из тебя, живые реки, столько слов уходит. Если одно мане значит, что исчислил Бог Царство Твое и положил конец Ему, что будет с тобой в течение одного часа? Ты просто целую книгу напишешь Богу о твоих слабостях. И ты получишь ответ от Бога. Слава Иисусу! И здесь он продолжает. Мане, мане, текелу парсил. И счислил Бог Царство Твое и положил конец Ему. Текелу, ты взвешен на весах и найден очень легким. Представляешь, что... Немножко историю начну сначала. Что произошло? Один царь решил сделать пир. Но во время пира он решил использовать сосуды, которые он принес из Храма Божия. И также, знаешь, вопрос не в том, что он взял эти сосуды для использования. И когда он взял эти сосуды, чтобы использовать, спросили, почему он это взял. И ну-ка, давайте посмотрим вообще, он имеет право. И знаешь, когда его взвесили, и написано, что он был найден очень легким. Также в слове Божия написано, что есть люди, которые положены... Знаешь, написано, что ветер будет тяжелее, чем люди эти, которые будут положены на весы. Сегодня он говорит о духовных ценностях. Какова твоя духовная ценность, вес духовный? Это не теология, это мое представление. Это не учение. По моему мнению, когда ты летишь в космос, я, конечно, не лечу в космос. То есть, когда летят в космос, доходят до такого места, что силы тяжести не действуют. И эти космонавты, у них есть такие тяжелые приборы. Когда они включают их, они сразу прилипляются к полу и начинают ходить. А когда они отключаются, снова начинают в невесовости быть. И так, у кого есть тяжесть языка, они будут прямо идти и не летать туда-сюда. Те люди, у которых нету силы Духа Святого, они будут летать туда-сюда. Ветер подул, они пошли туда. Ветер подул, они пошли туда. И скажешь, послушай, как же ты оказался в России, оставил жену и детей? Что с тобой произошло? Говорил с одним мужчиной, поехал в Россию, оставил свою семью, жил неизвестно как. Я спросил, почему ты это сделал? Он сказал, я вообще не понял, как это произошло. Ветер, он унес этого человека. Но когда ты, когда ты основываешься на Слове Божьем и стоишь в силе Духа Святого, эти ветры придут. Это похоже на скалу. Помните, кто-то построил на песке, кто-то построил на скале. И Библия что говорит? Пришли ветры. Ветры ударили по скале, а не разрушили этот дом. Но то, что было построено на песке, ветры разрушили. Что значит, человек, когда попадает в грех, нету больше духовного веса. Ветер унес в этот грех, тот грех. И человек не может просто отстать от этих ветров. Говорит ветер, действует ветер, и все время ветер. И написано, что ты был взвешен и найден легким. Перес. Что значит слово Перес? Разделено царство твое и дано медианам и персам. Вот что происходит, когда были написаны языки. Всего лишь три слова и большая история. Человек за эти годы понял, что произойдет, что случилось и кто будет царствовать. Он понял прошлое, настоящее и будущее. Всего лишь из-за трех слов. Сейчас, представьте, слово говорит, что когда мы немощны, Дух Святой помогает нашим немощам. Кто осознает свои немощи? Возлюбленный, где наша помощь? В нашей молитве. Аллилуйя. Сегодня посреди стоят и мы будем молиться. Если ты хочешь креститься Духом Святым, получить дар Духа Святого, они будут молиться сегодня все. И знай, что жизнь нелегка. Ты скажешь, но я пробовал, я хотел креститься, у меня не получается. Ты крещен. Осталось просто, чтобы эти языки выразились. Если ты просил, может, сегодня день? Хорошо, скажем, эти два места посмотрим, что говорит описание пророчества Исайи. 28 глава пророчества Исайи. 11 стих. 28 глава, 11 стих. Пророчество Исайи. 11 стих. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Знаешь, что значит лепечущими устами? Лепетать это, бывают дети, когда они начинают говорить, и эти дети, у кого есть дети или внуки, или... И что происходит с детьми, когда они начинают говорить? Сразу начинают говорить, а дети, я иду к маме, где перчатки? Так он говорит? Или он английском сразу говорит? Я не знаю, как у вас, но... Сколько я видел... И когда мы слышим звук слова «мама», мы уже радуемся. Хотя в Грузии сначала говорят «папа». И лепечущие уста — это звуки. А потом начинают говорить, и каким-то образом говорит, и Бог говорит, что я буду говорить с народом на этом языке. А сейчас ни журналисты, ни критики, ни кто-то, кто-либо не может критивать Господа. Почему Бог избрал именно этот путь? Потому что мы молимся, пусть Твое Царство придет, и Твоя воля будет. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! И сегодня по всему миру один миллиард людей, каждый шестой человек говорит языками. И я вам скажу, на прошлом служении я проповедовал о пустоте, что пустота, мы поняли, что пустота — это не такая большая проблема, хотя в мире это проблема, проблема не в одиночестве, проблема в пустоте. Адам был в Адамском саду один, но он не был пустой. Они вышли оттуда, оба, но пустые. А когда Дух Святой пришел, мы уже не пустое, мы наполнили силой Бога. Пустота закончена, и одиночество также. Перед тем, как почитать последнее место, группа прославления «Пусть выйдет». Я хочу напомнить вам то, что говорил этот человек, отшельник, монах. Я не знаю, приблизительно женщины было где-то от 55 до 60. Монаху тоже было приблизительно столько же. Может быть, также и выбрали их. Эта женщина сказала, что самая ужасная вещь – это одиночество. Я одна. Никого нет, чтобы я бы оперлась на него. Женщина говорила об одиночестве, но она не знала, что она пустая, а не одинокая. Одиночество – это не проблема. Если ты один и можешь найти кого-то, то это уже ты не один. Даже Бог призывает нас в одиночество. Если ты не слышал, две недели назад я проповедовал. Но эта женщина сказала, холодильник наполняю, открываю, и такое одиночество, пустота. Новую мебелью заполнила дом, и я снова одна. Это пусто. И я не хочу жить, я не знаю, как заполнить эту пустоту, одиночество. Потом мы повернулись к этому монаху и спросили, спросили, а вы с кем живете? Он сказал, один. И вы так же переживаете тоже? И я не понимаю, о чем говорит эта женщина. Я не один. Конечно, я один дома, но я никогда не переживал это чувство, которое женщина рассказывает. Я не знаю, о чем она говорит. Излюбленный монах, он даже не объяснил, он просто сказал, я не знаю, о чем она говорит. Знаешь почему? Потому что мы когда с Господом, проблема женщины была не в одиночестве, а в пустоте. Она была пуста. Бог наполняет нашу пустоту, а человек, наше одиночество, но когда? Когда мы встречаемся с Господом, через Духа Святого, я не знаю, ученики, они боялись выйти, потому что они были пустыми, но они не были одни. Но когда Дух Святой пришел, в них Он наполнил их, Он наполнил их пустоту, и разрешился вопрос пустоты и одиночества. Слава Иисусу! Аллилуйя! Первая карифина, 13 глава, 1 стих. О языках еще много мест есть, я вам скажу, которых мы можем прочитать. Первая карифина, 13 глава, 1 стих, это глава о любви. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, о любви не имею, то я медленящая или кинвал звучащий. Скажите вместе со мной, если я говорю языками человеческими и ангельскими, как ты думаешь, это тоже самое. Я сейчас говорю с вами на человеческом языке, если я буду говорить на английском, я тоже на человеческом. Если я на русском буду говорить, тоже на русском, на человеческом. Если на китайском, тоже человеческий язык. Но есть также ангельский. язык ангельский и написано здесь что апостол павел приводит пример опыт который имеет первая церковь если я буду говорить на языках человеческих и ангельских здесь не говорится не говори написано если вы не имею то я ничего человек может молиться духом святым и говорить я уже дух я уже духовный человек но если у тебя нет любви то ты ничего молитва языками не говорит насколько ты духовен она просто помогает тебе в твоих немощах чтобы ты встал чтобы ты укрепился но здесь написано что вместе с этим у нас также должна быть любовь я попрошу вас всех стать сейчас давайте будем петь эту песню после этого мы будем молиться присутствует духа святого и здесь аллилуйя на я мисс махитару он утешает на кишка уже знаешь насколько сильно что у нас есть внутреннее утешение он руководит нами таки чеша знаешь чудесно что мы имеем внутреннее руководство на я берегу то вас сердце он населяет наше сердце как чудесно что у нас есть внутреннее исцеление судч member Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь Аллилуйя Аллилуйя Сейчас Те, кто Первый раз, вы сегодня открыты принять Духа Святого Во время этой песни Молитесь языками Потому что Господь хочет забрать сегодня наши немощи Сегодня Настолько много чувства есть Порочества Есть люди, которые В больших проблемах находятся Ты ищешь Где ответ на твой вопрос И одна женщина один раз пришла ко мне И мы говорили, она сказала Пастор, дай мне совет, что мне делать? Я спросила, что делать? Мой муж бьет меня Знаешь, я в действительности ненавижу Потому что бить Это защита Но Что я Могу посоветовать? Женщина, я не могу тебе ничего сказать Потому что моя жена меня не бьет Я не знаю, как Как это Ты можешь дать совет женщине Если ты сам Конечно, можешь сказать, ну терпи и так далее Ну Терпи или не терпи Все неправильно Если я это не пережил Как я могу советовать? Но я знаю одно Я знаю одного, которого били И его опозорили И его имя Иисус Христос И мы можем вместе Мы можем помолиться Духом Святым Мы помолились, помолились Это десять минут И эта женщина сказала Все, я уже знаю Что я должна делать? Господь утешил меня И Господь мне дал слово Слава Иисусу! Возлюбленные То, что мы не можем Дух Святой может То, что мы не знаем Он знает Сегодня есть люди, которые Ты не знаешь, куда тебе идти И что делать Ты даже не знаешь, что завтрашний день Но Дух Святой знает Даже ты не знаешь, завтра ты что должен работать Но Дух Святой знает И во время молитвы Он откроет В другом месте написано Что тот, кто молится языками Пусть молится так же, чтобы и переводить Вы читали? Как ты думаешь, у вас было, что вы переводили? Я скажу вам было Ты знаешь, как было? Кого было? Что когда молишься Духом Святым И вдруг получаешь откровение Это значит, что это перевелась молитва Ты просто называешь это откровение Потому что если бы ты не молился Ты не получил бы это И так ты так же получил перевод Аллилуйя Давайте будем петь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Божье Царствие, оно приходит только через Духа Святого Когда Царствие живет в нас, и мы наполнены радостью Мы наполнены миром, мы утешены И Господь наш Бог, Аллилуйя, скажи вместе со мной, Отче наш Что на небесах Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущий дай нам на сей день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должников наших И не введи нас в искушение Но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство И сила И слава Во веки Аминь А сейчас подними руки и начни поклоняться Духом Попробуй сейчас молиться Духом, молиться умом Я знаю, что я чувствую сейчас Дух Святой будет говорить с тобой Очень много просили в эти дни А сейчас ты получишь свидетельство от Бога В Саламах написано, когда Дух дает свидетельство Духу Моему И у нас есть свидетельство этого слова Давайте поднимем молитву ангелов Возлюбленный, если Дух Святой тебя касается сегодня Не переставай молиться Даже до ночи, если хочешь, оставайся здесь и молись Слушай Господа Просто молись, чтобы получить от Господа Продолжение следует... Продолжение следует... Я попрошу, чтобы пасыри вышли вперед Возлюбленный... Если ты хочешь наполниться Духом Святым И вообще ты чувствуешь нужду в молитве Сегодня мы готовы молиться за тебя Выйдите вперед во время этой молитвы Мы будем молиться за вас Аллилуйя У кого есть время И ты нуждаешься в молитве Выйдите вперед, чтобы за тебя помолились Возлюбленный, если Дух Святой тебя Субтитры делал Dух Святой тебя Субтитры делал Dухай Субтитры делал Dухай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok